Ну что, всем добрый вечер. Сегодня я буду немножко рассказывать про эксперты, данные, машинное обучение, вот про все эти слова. И название такое, ну не знаю, завлекательное или нет, я пытался сделать завлекательное. Оно вызывает у нас всякие мысли, а стоит ли действительно опасаться того, что готовит развитие искусственного интеллекта. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно сначала разобраться, а что же такое искусственная интеллекта, и в каких областей это все вообще относится, и что же там происходит внутри. И после этого станет более-менее понятно. Конечно, у каждого будет свой, но, по крайней мере, он будет исходить с какой-то одной общей. Итак, вот, сначала, наверное, мне стоит представиться. Меня зовут Виктор Кантов, я ввожу подразделения, которое отвечает за машинное обучение в Яндекс.Такси, для этого я работал в Яндекс.Татафакторе, для этого в ЛЭПе. Кроме того, я много преподаю. Преподаю в вузах, преподаю в компаниях, и у меня есть безумные процессы. Что касается задач, о которых я представил, они действительно имеют отношение к области, которая называется искусственным интеллектом, и к области, которая называется анализом данных. Ну, вот, какие-то примеры задач здесь приведены, но, вообще, наверное, сложно перечислить все, потому что, наверное, какие-то отдельные мелкие задачи можно описывать очень долго. Ну, вот, крупными мазками как-то так. Ну, и давайте сначала разберемся, какие вообще есть области здесь, какие есть задачи. Для начала, искусственный интеллект в таком техническом понимании, научном понимании, это не какой-то условный разум искусственный, который представляет для нас какую-то чудовищную опасность. Это просто определенное направление человеческой деятельности, определенный цвет, которая посвящена разработке алгоритма, которая решает какие-то интеллектуальные задачи, которые до этого, до того, как мы начали разрабатывать, были доступны только человеку. А что значит интеллектуальные задачи? Здесь люди используют разные определения. Но мне нравится та проблемка, которую я, наверное, количество раз встречал, что это те задачи, в которых, с одной стороны, нет точного решения, с другой стороны, возможны различные решения, которые можно сравнивать между собой по качеству. И, вообще говоря, человек решает с довольно неплохим качеством. В принципе, здесь можно говорить, что, конечно, могут быть интеллектуальные задачи, с которыми человек не справляется. Наверное, и кто же сюда нужен? Ну, какого рода задачи? Как вы сами думаете? Какие задачи можно было бы с помощью искусственного тела решения? Ваши ощущения? Кость по картинкам. Кость по картинкам, да. Действительно, вот здесь пример задачи, с которой человек довольно тяжело справляется, потому что взять и найти среди, допустим, несколько десятков миллионов картинок, те, которые похожи на заданные, наверное, для человека тяжелая задача. Но, с другой стороны, если человеку показать все картинки, вымолить и показать ту, на которую нужно найти, похожую, то человек, кстати, будет неплохо сравниться, действительно. Без пилотный транспорт. Без пилотный транспорт, действительно. Но это такая уже очень объемная задача, очень сложная, потому что тут сразу много подзадач возникает. Там нужно понимать, а где дорога вообще, какая разметка, и, наверное, состояние дороги, опять же. То есть, если скользко, идет дождь, то, наверное, тоже нужно предпринимать какие-то определенные методы. Проанализировать платежеспособность клиента? Да, проанализировать платежеспособность тоже отлично. Мы, кстати, эту задачу сейчас затронем немного. Яндекс, так сильно, наверное, не попросил вас. Ближайшего водителя? Это происходит автоматически, но я пока, наверное, не могу проконентировать, используются или нет и как наше обучение, но я думаю, что в обозримом будущем у нас будет публикация в каком-то открытом источнике Но вообще да, в эти задачи можно использовать тоже в методах искусственного тина. Смотрите, мы можем попытаться решать какие-то интеллектуальные задачи не обязательно на основе каких-то данных. Мы можем их решать с помощью того, что у нас у самих уже есть какой-то опыт жизни Мы понимаем, что вот, наверное, можно, ну как понять, надежеспособности на примерке, есть нет Можно посмотреть на размер счета банка, можно сами какие-то там правила, 5-4-5-5 Но если мы не знаем его счет банки, мы можем знать, например, какие сайты он посещает Но это такой уже шпионский немного пример, но мы можем знать, какие разделы на нашем сайте мы посещаем И это тоже показать То есть, если он, например, на сайте какого-то интернет-магазина и посещает разделы, где очень дорогие товары Ну, наверное, либо он хочет поглазеть, либо все же он действительно может что-то из этого купить И вот так вот можно взять и придумать какие-то правила, которые будут как-то с этой задачей справляться Это тоже, в принципе, можно отнести в области искусственного интеллекта С другой стороны, могут быть какие-то вещи, которые мы получаем на основе данных И здесь появляется data science или наука о данных, как иногда переводят Иногда называют просто анализом данных Но здесь, наверное, отсылка все же к словосочетанию data mining тоже ранее распространена Ну вот, и здесь, опять же, я пытался чисто схематично показать, что в области соотносятся Но в действительности можно придумать задачи искусственного интеллекта, которые все-таки, наверное, без обработки большого количества данных Можно сделать И, наверное, можно придумать задачи, которые увлекают в обработку большого количества данных Какой-то рассмысленный анализ, но немножко не про искусственный интеллект Ну, например, это задачи какого-то разведочного анализа Вы вообще не знаете, что вы в данных ищите, просто пытаетесь на них по-разному рассмотреть И сами, как человек, глядя на разные визуализации, разные картинки, пытаетесь сделать это какой-то Здесь, действительно, не идет речь о том, чтобы компьютером прям заменить человека Принятие какого-то решения Но в то же время, какой-то умный анализ данных происходит Пересечение довольно большое И в этом пересечении возникает машинное обучение Машинное обучение – это область, посвященная восстановлению каких-то довольно сложных зависимостей Которые, быть может, даже вы восстановите не в том виде, в котором они действительно в природе есть Но в том виде, в котором вы сможете их хорошо приближать Это о чем? Это о том, что, допустим, вас интересует, какой будет цена на определенный товар через месяц Или, допустим, вас интересует, какой будет температура в определенном регионе завтра Или, допустим, вы хотите научить компьютер определять по тексту отзыва Это отзыв с позитивным отзывом или с негативным Во всех этих случаях вы имеете какой-то объект Для которого вы хотите что-то понять, что-то сложное Что-то, что понятно человеку или непонятно нашло То есть, фактически, вы пытаетесь просто научиться восстанавливать зависимость От каких-то параметров сейчас какого-то ответа Ну, например, тональности отзыва От параметров объекта Ну, например, слова, которые есть в университете Также возникает много других областей Text mining и natural language процессор Это про работу с текстами Не вся работа с текстами подразумевает применение машинного обучения Но очень незначительное ее часть Также появляется компьютерное зрение Работа с каким-то изображениями, с видео Ну, и, конечно, бывают области, которые еще больше всего себя нарушали Например, информационный поиск Здесь вам часто нужно искать по текстам Но картинка тоже нужно искать, вот как мы уже сегодня вспомнили И машинное обучение тоже активно используется Но можно и без машинного обучения Просто посчитать, например, насколько часто слова из вашего запроса встречаются в тексте сайта И вот просто по этой частоте Вот это область про то, как же нам какую-то информацию найти Ну, и есть области, стоящие немножко особняком Вот этой работы с данных для разных типов Ну, например, эффективная аналитика Которая включает в себя не только методы использования машинного обучения И решает задачи спрогнозировать, что же будет с клиентом завтра Что же будет с продажами в магазине, в самом деле Как вы видите, очень часто эти все области пересекаются с машинным обучением И вообще говоря, именно машинное обучение часто ассоциируют вот с тем самым ужасным искусством интеллекта Давайте поговорим о том, что же скрывается в этом машинном обучении Ну вот, например, задачи, которые вы уже упоминали Вот, что же способность Как вам сказать, в том смысле, что кредит может полный нагрузить Вот, допустим, представьте, что у вас есть банк, вы выдаёте кредиты И, наверное, вы будете забыться о том, что вам это вернули Это достатная обстоятельность заставляет нас изучать историю Взятие кредит связанными людьми Здесь у нас каждый сталкивается с какому-то параметру кредита Каждая строчка – это один кредит, взятый как для этого кредита Первый параметр – это количество денег на счете у человека, который брал кредит Второй параметр – это длительность месяцев срока кредита Нет, не волнуйся, я не буду все столбцы пояснить И в конце у нас ответ Он, наверное, вернул или не вернул Ну, понятно, что, на самом деле, ситуация сложнее Там платежи по кредиту, наверное, новые Он какой-то просмочил, какой-то нет Ну, в первом приближении Вернул или не вернул И как же стоит перед нами задача Вот, если мы банк Задача перед нами стоит там Как бы нам для новых людей, для которых мы можем те же самые параметры выписать Те же самые числа Получить прогноз Все же вернет вы или не вернет Но, если мы смотрим на эту задачу как исследователи То эта задача несколько шире Мы можем смотреть на нее там Нам бы научиться по выборкам такого вида, называемым «обучающим» Настраивать какой-то алгоритм, который может делать прогнозы Так, чтобы на новых выборках без ответов эти прогнозы получились То есть, задача не в том, чтобы разово спрогнозировать А в том, чтобы, в принципе, научиться из вот этого делать алгоритм Здесь, ну, возникают некоторые термины Часто используемые в машинном обучении Ну, во-первых, обучающие выборки Во-вторых, модель Ну, что такое модель? Вот здесь нужно чуть подробнее остановиться Допустим, вы хотите спрогнозировать стоимость доля В зависимости от его площади и удаленности от центра мозга Ну, так, очень простой пример Такой группы Тогда вы можете действовать, например, в следующем образом Давайте считать, что удаленность у нас стоит По столько-то рублей за километр Ну, точнее, наоборот, чем дальше Ну, в общем, удаленность мы умножаем на один вес А площадь умножаем на другой вес Ну, стоимость квадратного метра И суммируем это все И получаем наш рост Вот то, что я сейчас описал, это пример модели Что здесь нужно настроить на обучающий выбор? Вот те веса, на которые мы домножаем параметры дома Вот их нужно настроить на обучающий выбор Как настроить? Так, чтобы хотя бы на обучающий выбор Модель выглядела правдоподобно Ну, не совсем так И затем мы можем пробовать поменять эту модель На новой выборке, на достоинстве Ну, и смотреть, что из этого получается Модель с настроенными параметрами Ну, в моем примере с настроенными мы сами Но моделей много разных существуют Называется обученная моделью Ну, и она должна давать какие-то разумные прогнозы На новую данность Ну, как должно Если ее обучить достаточно аккуратно То она может давать хорошие прогнозы на обучающие выборки На плохие, на тестовые данные И вот здесь возникает работа для тех людей Которые действительно снимаются машинным обучением И анализом правды То есть как получить модель так, чтобы не было каких-то хитых эффектов Чтобы она, например, просто не взяла и не заучила отмену Ну, давайте обсудим еще несколько примеров Ну, во-первых, конечно же, поиск Это вполне себе пример применения машинного обучения Нам нужно по запросу Будет более релевантный результат Для этого нам, наверное, нужно посмотреть на сам запрос И на содержимое разных вариантов ответа разных сайтов Здесь мы тоже можем догенерить какое-то количество чисел По запросу, по сайтам, которые у нас есть И на основе какой-то разметки Релевантен сайт запрос или не релевантен Который получается людьми Сидят такие люди, ассессии В большом количестве Вот там уже у Яндекса, у Гугла, у любой поисковой компании Сидят и размечают этот запрос Соответствует этому сайту или нет И потом на этом все обучают целый Предсказывает путь, соответствует Ну, другой пример Согнозирование пробок Здесь уже задача более сложная Ну, мы опять же можем смотреть на это как на задачу прогнозирования Просто на каждом участке дороги Нужно прогнозировать какая-то урок При этом люди часто жалуются Что вот там прогнозирование пробок Или еще что-то Какое-то прогнозирование работает И звук вам плохо Потому что вот мне показало, что ехать полчаса А я реально ехал час Тут важно понимать, что когда такие алгоритмы разрабатываются Можно ориентироваться только на ошибку на каких-то исторических данных И как ее можно померить Ну, можно посмотреть в одном примере Насколько отклонился В другом, насколько отклонился В третьем Потом усреднителем Ну, а если мы усредняем То если у нас на десять тысяч примеров Пойдется один какой-то сумасшедший Когда мы ошиблись десять раз То это на усредненную ошибку Принципиально не повлияет Поэтому, если у вас случилась ситуация Когда у вас сильно помогал прогноз пробок Здесь нужно не грустить, что вот так плохо прогноз пробок сделали А скорее грустить, что статистика такая жестокая штука Потому что с точки зрения статистики Ваша единичная проблема не представляет большой потери Но это, конечно, грустно И разработчики все равно пытаются выкручиваться И какие-то особо ужасные случаи отлавливать Но, к сожалению, не всегда получается Ну, и, конечно, тот пример, который вы называли Самодвижущаяся машина Тоже требует еще одного количества задач Еще одного количества интеллектуальных задач И тут тоже вовсю Светет машинное обучение Каким образом? Если мы продолжаем двигаться к нашей цели Понять, а что же Есть машинное обучение Мы уже можем дать какой-то ответ Ну, ответ, конечно, не очень полный Он, скорее, про наиболее частые задач Которые возникают на счет обучения Кстати, самодвижущаяся машина Как-то вот не ложится на эти задачи Она ложится много таких задачек Но не суть По набору каких-то признаков По объекту каких-то чисел Нам нужно научиться определять для него ответ И у нас есть какое-то количество примеров Которых есть признаки и ответ И там нужно научиться для объекта Для которых последует Ну, то есть, фактически мы просто Восстанавливаем зависимость ответа Ну, смотрите, здесь кажется Ничего ужасного не звучит Никакого гений, который сделает Что-то неприемлемое с человечеством Вроде бы здесь не согреть Но для того, чтобы еще больше Развеять вот эту вот завесу Чего-то таинственного вокруг этих методов Скажу пару слов о том А как же вообще сами методы работают Как там спортрозировать Зависит от чего-то Вот там, куча параметров Вот один вариант Это линейная модель То, что я вам сейчас рассказывал Давайте мы просто будем Ну, вот в данном примере Зависит от размера Смирной площади Давайте мы будем просто Каким-то весом брать Каждый параметр, суммировать И вот это будет Портрозировать нашу причину Вот казалось бы Очень тупое Очень простая идея Но используется очень часто Работает часто очень хорошо Вы можете сказать Наверное же не все Зависимости на свете Какие-то вот Линейные простые Что просто можно с весами сложить Но дело в том, что Как только вы собираете Достаточно много признаков Достаточно хитрых Вы уже неплохо Можете зависимость приблизить к линейным Ну, то есть Фактически вы не выясняете Реальную природу какого-то явления То есть если вы прогнозируете Таким образом Ну, что можно с помощью Линейных моделей Профессировать Ну, такая немножко Искусственная задача Ну, допустим Вы прогнозируете По тексту Отзыва Какую оценку Человек поставил Поставил бы Вот этому товару Вот В этом случае Линейные модели Скорее всего Очень неплохо будут работать Но Вы По факту Учитываете очень много факторов Насчет того, что у вас очень много признаков По этому мере Модели Но В случае с отзывами Обычно Сходит частоту Скончания каждого слова из слова В итоге Очень много признаков Десятых Сот Другой пример Это решающие деревья Решающие деревья Чаще всего упоминаются в контексте Бандерской отрасли Потому что Их очень легко визуализировать Встроены они в следующий момент То есть у вас Какой-то объект Вот это дерево Построено На тестовой Ну не на тестовой Ну не на тестовой На игрушечной Выборке Жертв Крушения Титаника Там Ну сколько-то человек Для них есть Какие-то параметры По возрасту Вот этот параметр Соответственно Количество И На основе этих параметров Предлагается Спортозировать А выжил бы или не выжил Ну и вот смотрите Как это решает Это дерево Давайте У объекта Первым делом Проверим пол Если Пол Женский То тогда Скорее всего Пол Если пол Мужской То тогда Проверим возраст Если возраст Больше Двяти лет Ну там просто То тогда Скорее всего Потому что В первую очередь Сажать кого на шутке Иначе на детей А Если же Возраст Правда Больше Девяти лет Правда Меньше Девяти лет То есть Он Еще ребенком был То здесь возникает вопрос А были ли с ним Еще какие-то родственники То есть Видимо А семьи тоже Как-то там В специальном области Но кстати Нужно быть очень аккуратным С интерпретацией Вот таких картинок Вот я Несколько раз Ушибался Что значит Одна Другая Вот в этом месте И на каждой Лекции Я успешно Объяснял Почему правильно так Потом почему правильно так В принципе аудитория всегда Соглашалась Размерила Для этого Лично Вот И такие деревья Можно строить автоматически Просто Каждое вот это Разбиение По какому-то признаку Подбирается По принципу Вывеем Разбиение Которое лучше всего Отделяет Классы То есть Отделяет Те группы объектов Которые мы должны Научиться Ну Если у нас задача Определить Выжил Не выжил Не открыт То есть Это блок схемы Ну В некотором смысле Да Ну вот И Речащие деревья Прекрасны тем Что Они позволяют строить Очень сложные Алгоритмы Которые имеют Очень Сильную Очень Большую Прогнозирующую силу А В чем там Идея Вот если одно дерево Прогнозируется В целом Ну Это Просто Какие-то Правила Очень Но Много Деревьев Построенные Допустим На разных случаях Мы можем объединить Ну Например Устроить То есть Построили Много Мешающих Деревьев Просто Смотрим За какой ответ Больше всего Ну или Если нам нужно число Спрогнозировать Ну например Цену какой-то Ценной бумаги Через час То Тогда мы просто можем Усреднять И Оказывается Что построенные На немножко разных уголках Деревья Очень сильно различаются А Когда мы устраиваем Голосование между Сильно различающимися Алгоритмами Получается очень здорово Они Делают свою работу хорошо Можно провести аналогию С тем Как на Каком-нибудь Конкурсе Если мы собираем Жюри Наверное Интереснее всего Людей с разной точки зрения Собрать Потому что если Одинаковые Ну И Конечно же Нейросети Нейросети развивают Эти модели Давайте Возьмем Рассумируем Дальше Посмотрим Вот Эта сумма Получилась Больше или меньше Порога Если больше Порога Передадим Какое-то значение Дальше И вот Из таких элементов Из таких Нейронов Можно собирать Большие Нейросети Это еще не очень большая Каждый Вот Нейронов Дальше То есть Не сильно Перепутан А Каждый слой Это Нейронов Но вот здесь У нас Здесь У нас Результаты Суммирования Ну и Взятие Потому что Если мы не будем Добавлять Какую-нибудь Линейную функцию Здесь Это все В одну сумму Дальше Вот здесь Суммируем Что поменяется Мы просто Добавляем Линейную функцию И снова суммируем Да Но Мы суммируем С разными Весами На каждой связи На каждой связи На каждой стрелочке Есть свой вес И этот вес Настраивается При обучении На обучающих И после каждого слова Там новый вес И Новый Нелинейный А как управляют Нелинейные функции Нелинейные функции Обычно выбирают Просто по принципу Давайте возьмем Вот эту Вот Сейчас Последнее время Очень популярна Сейчас Очень популярна Вот такого Нелинейные функции Давайте Если у нас сумма Получилась До нуля То будем возвращать А если после нуля То вернем То что получилась Такая очень простая не линейность, но она на самом деле не линейность. И вот зачем так делать? У нас получается композиция большого количества функций, то есть функция от функции, от функции, от функции. И оказывается, таким образом можно приближать к очень сложной зависимости, что доказывает более сложную архитектуру нейросетей. Вот здесь каждый маленький блок это слой, причем слои здесь устроены сложнее, чем вот здесь, и слои разных цветов, поэтому слои разных типов не суть. Главное, что вот такого рода большие, глубокие нейросети действительно неплохо справляются с некоторыми задачами. Задачами анализа изображения, задачами анализа текста. Но, по сути, это просто формула, которой очень много подставок функций у себя. Ну вот, и хотелось перед тем, как мы все же обсудим какие-то вопросы, рассмотреть еще одну задачу, совсем практическую, совсем из моей практики. Вот недавно мы сделали прогнозирование точки WebTaxi с помощью машинного обучения. Ну, сразу скажу, что, разумеется, у нас много задач, которые в машинном обучении делаются. Просто в этой задаче получен такой результат, который довольно просто объяснять, его не обидно рассказывать. То есть, есть иногда результаты машинного обучения, которые вы получаете, понимаете, что если вы сейчас кому-то расскажете, то вы сильно подведете ваш бизнес, потому что вы придумали клевую штуку, которая экономит очень много людей. Эта штука не про экономики, а про удобство пользователей. Ее тоже немножко рассказывать жалко, но так или иначе, в принципе, если кто-то тоже последит этому примеру, ну, значит, больше счастливых пользователей все же будут посветить. Ну, и вот эта вещь тоже несколько переломная в моем взгляде на машинное обучение. Я просто до проектов некоторых про антрофейс в такси смотрел на все так, что нужно решать те задачи машинного обучения, которые понятны экономический эффект в ближайшем будущем дают. Это хороший пагматичный взгляд, и действительно можно переводить всякие оценки качества задач, анализа данных в деньги. Но есть нюансы. Не все деньги мы можем померить. Можем померить прямо сейчас. Если мы делаем нашим пользователям хорошо, делаем так, что ему трудно, делаем так, что они с удовольствием начинают чем-то пользоваться, то в глобальной перспективе, в перспективе нескольких лет, для сервиса это будет даже выгоднее, чем сейчас, погнаться за какой-то сиюминутной выгодой. Но осознание таких вещей в целом моментально происходит, а главное, оно действительно на уровне того, веришь, не веришь, то есть действительно тяжело проверить. Но, по крайней мере, мы можем померить качество, насколько хорошо мы угадываем, и просто этим не порадоваться. Ну вот, какая здесь была задача? Давайте вы попробуйте предположить, что в очереди будут появляться ответы, и нужно понять, вот это финальный ответ или нет. Если это как задача машинного обучения, то есть остановление какой-то зависимости, то угадать точку B, это финальная обстановка, как вы думаете, или нет? Ну, наверное, нет, хотя, в принципе, можно было бы сказать зависимость консультации. Точки от чего-то. Ну, что такое точка? От чего зависимость? Понятно. Хорошо. Можно сформулировать это как задачу регрессии. Задача регрессии называется в те случаи, когда мы числа консультируем. Не даст, не даст денег, долг, не отдаст, не отдаст денег. Это задача консультации. А именно какое-то действительное число. Вот, у нас объекты это пользователи. У них мы можем какие-то признаки выписать. Целевое значение координаты точки B. Вот, есть ли здесь какие-то недостатки? Вот, допустим, мы прогнозируем координаты точки B. И постоянно меряем, насколько в среднем мы промахиваемся по одной координате и по другой, и стараемся это сделать немножко меньше. Чем будет плод такой алгоритм? Ну, не знаю. Одных данных. Одных данных. Одных данных? Ну, все. С собой. А, простите. Мы, я, извините, я настолько, я настолько привык к этому языку, который еще из школьных задач возникает. Давайте я просто это прокомментирую чуть получше. Да, спасибо, что вы сказали. Приложение, метреструктив. Вот здесь вот указывается место, куда подъехать такси. Сейчас уже этот тест немножко изменился, а дальше указывается место, куда ехать. То есть, соответственно, точка A, точка B, как в школьном задании. И что мы сделали? Мы сделали уточнение вот этих подсказочек, которые здесь вырезали для того, чтобы вы руками не вбивали. То есть, вы можете руками начинать вбивать адрес, допустим, вот этого антикафе. А, может быть, вы здесь уже были. И, может быть, вы здесь были вот где-то в это время. И тогда мы можем показать вам подсказку. И вы просто тыкните на нее, и сразу ведется разность. Довольно удобно уже. А как исходная, так и дальше подсказка? Нет, исходная нет, потому что исходная чаще заполняется по принципу «вот там, где нет». Вот, и, в общем, если мы будем пытаться прогнозировать координаты, то нас как раз подведет то, что мы считаем ошибку в среднем и вообще все пытаемся усреднять. Вот, если у нас есть два варианта – поехать на север, на север или на юг, и они прямо вот очень вероятны, то мы от безвыходности будем рекомендовать, чтобы посередине человек. Ну, понятно, что, на самом деле, посередине может и не быть той точки, которую он часто посещал. И, может быть, мы можем от этого спросить. Ну, допустим, человек работает в центре Москвы и может проехать на север, может на юг, в зависимости от того, какой сегодня день, куда ему надо, и так далее. Вот, поэтому такая постановка не очень хорошая становится. Дальше можно посмотреть на это как на задачу классификации. Вот, нам нужно классифицировать пару – пользователь и момент времени. Вот, для пользователя в данный момент времени нам нужно определить класс, куда он хочет поехать. И класс у нас столько, сколько мест в Москве. В этот момент становится понятно, что и эта постановка как-то не очень. Почему? Потому что мест в Москве очень много. И, наверное, алгоритм запутается просто относить к одному из безумного количества классов. И вот там остановка, которая в итоге была взята, объекты – это тройки пользователей, место, куда предлагаем поехать и момент времени. Нам нужно для этой тройки спрогнозировать, он туда поедет вот сейчас или не поедет. Всего два класса. И здесь еще есть нюанс, что мы считаем, чтобы мы верно угадали место, даже если попали и точно в него, а вот в окрестно сколько-то метров. Потому что бывают разные сложные моменты, когда несколько адресов, например, одну и ту же точку назначают, по сути. А нам к этой задаче предлагаются варианты, которые он посещал уже и передают из истории. Да, из истории, но их нам еще много. Мне тоже не потенциальный интерес. Потому что потенциальный интерес, в целом, конечно, было бы неплохо. Было бы неплохо, но тут есть нюансы. Мы можем показать ему немного подсказок. Ну, просто потому что это мобильное приложение и уже не можем все там подсказки расследить. И все-таки куда-то он до этого ездил. И кажется, что, скорее всего, в том все равно должен выходить и листа, которые он уже посещал, потому что это более вероятно. Ну вот. Дальше возникает другой вопрос. Как же нам качество оценивать? Вот один из вариантов оценивать качество просто до неверных угадываемых классификаторов. То есть, как часто классификатор угадывает, поедет или не поедет? Ну, хорошее качество, вполне разумное качество. Но нужно подумать, а как мы будем это применять? Мы что-то будем применять, чтобы подсказки вывести? И правильный вопрос к подсказке попадает в правильный ответ или не попадает? То есть, правильнее посмотреть на топ рекомендаций нашего классификатора. Классификатор обычно говорит, не попадем, не попадем с какой-то вероятностью. То есть, указывать, что вот туда, наверное, ты поедешь с вероятностью в Россию. Мы можем посмотреть на те места, которые имеют наибольшую вероятность проезда, и посмотреть, как часто среди, допустим, первых двух подсказок попадается правильный ответ. И вот, казалось бы, такая простая вещь, как же качественно мы заметим? И здесь тоже есть разные подходы, и не все из них одинаково хороши. Ну вот, дальше мы придумываем какие-то признаки объекта. Ну, здесь просто примеры, читать это совершенно необязательно. Тем более, наверное, в конце это не очень хорошо видно. Вообще признаков больше всего. Ну, вот так, каким образом мы считаем какие-то числа. И дальше по этим числам учимся восстанавливать зависимость, поедет или не поедет. Ну, и вот, что интересно. До нас был какой-то простой геористический алгоритм. Ну, то есть просто вот захардкодили свой жизненный опыт. Это, кстати, тоже можно отнести вот к искусственному интеллекту в каком-то смысле, но без влучения на данные. Вот, что дало машинное облучение. То есть, видите, не принципиальное влучение. Это может быть чувствительное для пользователя, важно для пользователя. Но, в принципе, это не сделало какую-то сумму подправить в прошедшем. Но, по факту, качество первых подсказок там как-то заметно улучшилось. Ну, вот. Теперь. После того, как мы с вами рассмотрели примеры, рассмотрели, как именно эти задачи решаются, с какими вопросами мы вообще сталкиваемся. Рассмотрели, что же такое машинное облучение. Как вообще это связано со искусственным интеллектом? Остается основной вопрос нашего обсуждения. Так все-таки, вот этого нужно бояться или нет? Какие шансы того, что там и действительно будет в том виде, в котором он рисует фантастической литературе и фантастический фильм? Вот здесь я предлагаю обсуждать. Ну, например, я считаю, что вирусы могут самообучаться и обходить защиту, которую, например, Касперский, да, он постоянно обновляет свою базу и как бы вирус может как бы обучаться, можно так сказать. Хорошо. Ну, посмотрите, а что значит самообучаться? Ну, то есть он столкнулся с проблемой то, что он не может установиться на компьютере или ломать что-то. Идет обратный ответ, что какая система была установлена, какая операционная система, какие там, не знаю, еще что-то, да? То есть она анализирует эти данные, например. Окей, ответ пошел. Дальше что? О, тут все это анализирует. Когда он анализирует, исходя из того, что мы обсудили, он не делает какого-то творчества. Он выбирает из тех вариантов, которые, в принципе, в него заложены изначально при разработке. То есть фактически это просто описывание, опять же, этой функции от функции от функции и так далее. Фактически вот этот анализ может привести к тому, что, ну не знаю, как-то самоподробно будет это работа, но не будет чего-то прямо того, чего изначально не было. И здесь я предлагаю обратить внимание вот на что. Какие вопросы вообще человек решает при разработке чего-то с искусственным интеллектом? Человеку приходится думать, как вообще задача машинного обучения или анализирования невозможно возникает здесь? Что вообще нужно подносить? Как будут наши прогнозы использованы? Что нужно оптимизировать? Ну, в смысле, как настроить вот все эти веса, которые есть в модели? Дальше подробнее вот именно какую задачу следует решать, там как, что будет объектом, что будет прогнозировано величиной и как оценивать качество работы модели. Это вот какие задачи решает человек. А теперь, какие задачи решает компьютер? Компьютер просто восстанавливается. Ответом вот парень. Так вот, казалось бы, что такого ужасного в этом? Ну, действительно, хватит бы на творчество в нашем понимании алгоритм на слое машинного причинения не очень способен. Но, в то же время, мы видим, что постоянно они решаются более сложные задачи. Постоянно справляются с игрой по еще какими-то сложными вызовами. Ну, во-первых, нужно помнить, что каждый раз им для этого программируют люди. И сделанные для определенной задачи решения не начинают решать кучу других задач. Но, с другой стороны, даже в таком виде оно представляет некоторую опасность. Потому что кажется, что все же в каком-то смысле мир захвачен путь. Он будет захвачен во всеместном применении машинного обучения для того, чтобы прогнозировать разные вещи, для того, чтобы автоматизировать какие-то процессы. Но, действительно, это будет в рамках, там, просто какой-то большой формулы. Каждая модель. Однако, это не означает, что никто не расстанется со своей работой. Ну, потому что, если какие-то задачи можно автоматизировать без людей, то, значит, можно уж как минимум сформировать на людей в этой профессии. Поэтому, нечто печальное в зарплате мира искусственных эффектов есть. Но, в то же время, не настолько драматичное, как, возможно, кому-то бы хотелось. Ну, а на этом, Ира, заканчиваю свой рассказ и готов к третьему вопросу. Что вы думаете насчет paperclip maximizer? Чуть-чуть ручьвой. Классические угрозы по поводу искусственного интеллекта, о том, что мы получаем чуть более, чем примитивному искусственному интеллекту, задачу произвести как можно больше железных скрепок. И он начинает извлекать железо для этих скрепок из крови. Да, в общем, смотрите, это важная проблема. Я на эту проблему смотрю с точки зрения правильной постановки заявки. Дело в том, что в машинном обучении даже сейчас возможна ситуация, когда вы начинаете что-то оптимизировать, более безобидно, начинаете что-то оптимизировать, допустим, для какой-то компании. И если вы неверно сформулировали вашу метрику качества, если вы неверно сформулировали ограничения вагов, которые может действовать по алгоритму, алгоритм запросто может вам целевой показатель завышать за счет того, что делать что-то не очень хорошее с компанией. Например, часто история в рекомендательных системах. Иногда люди хотят максимизировать конверсию захода на сайт в покупку. И с помощью машинного обучения это можно сделать, но внезапно уронив средний чек, так что в итоге суммарное количество денег стало меньше. Это просто в меньшем масштабе, но на самом деле отчасти, по-моему, про ту же проблему. То есть действительно мы имеем такую опасность. И именно поэтому нельзя позволять в автоматическом режиме делать все. То есть если мы позволяем какому-то искусственному интеллекту делать что-то, что может заключаться в добывании железа из крови, то, наверное, мы слишком много позволили его делать. На эту тему можно еще будет поспрашивать Эмили, она вот после меня будет рассказывать, насчет того, как машинное обучение и искусственный интеллект используются на предприятиях тяжелой промышленности. Кажется, это как раз тот случай, когда из-за того, что искусственный интеллект решил, что вот я что-то оптимизирую, еще решил это криво взять и там много сотен тонн руды и испортить очень плохое состояние. Ну, посмотрите, я на тему сингулярности знаю только следующий факт у него, что это вот тот момент, когда действительно появится искусственный интеллект в том виде, в котором его фантасты рисуют, и действительно машины смогут самостоятельно как-то мыслить. Что значит самостоятельно мыслить, это большой вопрос. Дело в том, что непонятно, как это формализовать, наверное, все знают про тест Тюринга, который является попыткой как-то это формализовать. То есть давайте мы предоставим машину поговорить с человеком, если она сможет человеку ввести в заблуждение, что это она, ну, достаточно уверенно ввести в заблуждение, в том смысле, что она человек, то тогда будем считать, что она разумна. Но это всего лишь формализация. Это, опять же, нас в некотором смысле возвращает вот первый вопрос, который был задан, что мы можем просто формализовать так, что в итоге будет происходить какая-то, извините, фигня. Вот так же и здесь, что мы формализовали, что, наверное, ИИ действительно настолько хорош тогда, когда может выдать себя за человеком. А является ли это правильной формализацией, никто не знает. Поэтому мне кажется, что до того момента, когда сингулярность действительно поступила, и все смогут это четко и точно сказать, не будет до тех пор, пока мы не переформулируем достаточно четко, что такое сингулярность. Я так понимаю, вы тоже статью читали про игру ГО, да? Ну, про прорыв, так сказать, в машинном обучении. Ну, смотрите, это просто все знают. Это известно очень просто. Ну, я просто не так чуть давно не наткнулся. Скажите, а в чем принципиальное отличие, почему классическая модель, которая применялась и к другим подобным играм, не подходила так долго, как ГО? Смотрите, обычно игры играли не с помощью машинного обучения и не с помощью анализа данных. В игры играли просто какими-то алгоритмами, ну, скорее, мистического характера, насколько мне известно. И была мысль, что можно было бы, наверное, применить и какое-нибудь машинное обучение. И вот применили. Применили вместе с расцветом нейросетей. Учили достаточно сложную модельку и получилось довольно неплохо. И почему-то большой шум. Ну, дело в том, что считалось, что в ГО человека не обучают еще очень долго, потому что, в принципе, просчитать там все варианты, которые там есть, это... Ну да, оно считалось последним оплотом, так сказать. вообще в этой сфере. Вот. Но оказалось, что если применить методы как раз из-за дробности, то, в принципе, прокатывает. Ну, давайте, наверное, давайте последний вопрос. У нас, насколько мне известно, есть какое-то образделение машинного обучения на статистические методы всяких балансов, на нейросети. Сейчас вы еще рассказывали про деревья, как это все прибыльно можете... Да. Могу. Могу. Посмотрите. Есть классическое машинное обучение. Это методы ближайших соседей, но обычно крайянка от нее расширилась. Линейные модели. Внезапно байсовские классификаторы. Но это не совсем тот байсовский подход, который вы показали. Ну, там наивный байс. Это деревья. В линейных моделях вы можете слышать слова логистическая регрессия и SWM. Где-то. Вот. Это все такая классика. Еще есть нейросети, которые на самом деле в классику входят в некотором смысле. Но сейчас в апреле, можно сказать, вторую по счету жизнь. Выглядит последующим. Я говорю про светочные регуляции. Я говорю про то, что с одной стороны у нас вычислительные мощности, с другой стороны у нас появились прекрасные архитектуры нейросетей. Ну, архитектуры в смысле правил, которые мы соединяем. Вот. И сейчас нейросети в какую-то отдельную существу. То есть диплеры. Вот. И есть еще вот эти вот методы не скорее статистического характера. А есть еще байесовские методы. Байесовские выводы обычно это еще называют. Это о том, что на самом деле статистика бывает как бы это назвать? Ну, если пытаться перевести дословно то частотные, а бывает байесовские. И речь здесь о том, что в байесовском подходе смотрят на вероятности как на меру неизвестности. то есть вероятность отражает не там реальное какое-то случайное событие, а наличие у вас каких-то знаний. То есть, если вы совсем все знаете, то вы точно знаете, какой результат реализуется. а в частотном подходе вы смотрите на вероятность как на оценку того, в какой доле случаев будет это произносить. Различие на самом деле не очень большое. Если во всяких частотных методах у вас возникают какие-нибудь формулы для оценки вероятности и здесь вот что-то поделить на что-то, то в байесовском выводе там как правило просто те же формулы модифицируются тем, что вы здесь добавляете константу и здесь константу из каких-то соображений. у вас получается, что вот эти числа позволяют вам иметь изначальное приближение вероятности. То есть, например, если у вас здесь ноль событий произошло, вам пока не почему измерять вероятность. А здесь у вас стоит там единичка и двоя. И у вас там вы смотрите на вероятность того, что будет решка. Вот вы еще пока ничего не измерили, но вы до того, как измерили, не знаете такой вариант и почтительный. И вот мерой вашего незнания является вот эта одна-вторая как выражение того, что ну, ну, на самом деле разных лернингов в машинном обучении очень много. вот здесь, например, никак не возникнет три это обучение с подкреплением. То есть, вы получаете какую-то обратную связь от среды, и на основе этого ваш алгоритм да, обучается. если бы я попытался сейчас сделать полную классификацию того, что есть машинное обучение, я скорее всего провалился, потому что эти методы еще неплохо пересекаются. То есть, что-то можно отнести туда и туда в зависимости от того, как вы на это знаете. и что-то и там в в в в в в в в